Жесткий карантин и запрет на любую производственную деятельность. В таких условиях сегодня все свиноводческие фермы Сыктывкара, Сыктывдинского и Карткировского районов. В одном из подсобных хозяйств в местечке Сосновая Поляна обнаружен вирус африканской чумы свиней. Вакцины нет, смерть поголовья почти стопроцентная. О том, что санитарные врачи противопоставили опасному вирусу, Евгения Кладкевич. Сообщение о смерти свиней по непонятной причине в одном из хозяйств Сосновой Поляны поступает в Республиканское ветуправление 12 февраля. Группа специалистов выезжает на место. После осмотра и лабораторных исследований выясняется, животные стали жертвой африканской чумы свиней. В России заболевание впервые было зафиксировано в 2007-м. Наш регион столкнулся с ним впервые. Вирус коварен, выживает при любых температурах, быстро распространяется. Все поколовье хозяйства в очаге заражения вымерло за несколько дней. Если свиньи заболевают, то здесь летальный исход 100%, то есть животных уже не лечат, то есть бесполезно это лечение. Профилактическую иммунизацию не проводят. Всех потом уже весь падеж сжигают. Инвентарь, где содержали животные, то есть оборудование, прочие, корма, все это идет на уничтожение путем сжигания. Уже на следующий день во избежание серьезных потерь по поручению главы КОМИ в Сыктывкаре, Сыктывдинском и Карткировском районах вводится режим ЧС. Затем карантин. Все свинофермы ежедневно с инспекцией посещают ветеринары, проводят подсчет и осмотр животных, замеряют температуру. Надеялись, что не будет этого всего, потому что каждый месяц почти подвисываем бумаги, что где-то происходит в России очаги. И думали, что только бы не у нас это все. Вот произошло, теперь не знаю, как будет все это. Вячеслав Панюков первую свиноферму открыл еще в 90-х. Сейчас небольшое предприятие на 20 голов работает на окраине столицы. С производством за несколько лет, говорит, бывало всякое. И убытки, и сложности с реализацией продукции. Однако с любыми сложностями уверенно справлялись. Сейчас же полное бессилие. Работа приостановлена. Что будет дальше, непонятно. Огромный убыток. Убыток что? Убыток людей. У нас очень много людей работает в этом. На ярмарке, на торговой точке. Это все остановилось, и люди как бы не знают, что дальше делать. Зеленецкая птицефабрика – крупнейший в коме производитель продукции из мяса курицы и свиней. Фирменные мясные деликатесы продаются по всей стране. Предприятию повезло. Датчика заражения почти 40 километров, а степень защиты наивысшая. Четвертый компармент – это высокая степень защиты предприятия от заноса инфекции, самой инфекции на предприятии. Да, там нужно выполнить ряд условий. Это и наличие санпропускников, это наличие теплого дезбарьера, кормление свиней, термически обработанными гранулированными кормами. Очень много всех условий, которые мы должны выполнить. В поголовье свинокомплекса Зеленецкой 37 тысяч особей под особым контролем. Отслеживается режим питания свиней, их физическое состояние, а также качество корма. На предприятии проводится дополнительная санобработка. Идёт постоянный контроль за состоянием животных и в ночное время, в том числе, надо сказать. Это как за вновь появившимися маленькими поросятками, за свиноматками, за хряками, за подрастающими группами животных и на откорме. Значит, от начала и до конца. Значит, здесь идёт строгий контроль за поедаемостью корма. Если что-то не так, то в первую очередь животные отказываются от корма. Выявить причину заражения животных ветеринарам пока не удалось. Предположительная версия – неправильное кормление. В хозяйстве, где вспыхнуло заболевание, свиньи питались необработанными пищевыми отходами, что категорически запрещено. Ветеринары отмечают, для человека вирус африканской чумы свиней безопасен. А вот быть переносчиками болезни люди могут запросто. Поэтому сейчас фермерам рекомендовано не посещать чужие хозяйства. Чтобы справиться с угрозой, помимо остановки производственной деятельности фермеров, в столице организованы блокпосты. Ветеринары вместе с представителями МЧС и ГИБДД останавливают въезжающие в столицу транспорт. Смотрят, есть ли внутри мясные изделия. Если да, требуют сертификаты качества. По базе пробивают, где зарегистрировано предприятие. Обязательная часть инспекции – сонобработка транспорта. Отчуждение зараженных свиней, их массовое уничтожение, а также изъятие продуктов, животноводство начнется, как только глава региона подпишет соответствующее разрешение. 843 головы у нас на данный момент подлежат уничтожению. Сейчас Управление Россельхознадзора готовит решение о необходимости изъятия. Министерство на основании этого решения направляет предложение главе о подписании распоряжения. Все мероприятия будут проводиться в присутствии специалистов регионального Минсельхоззавета управления Россельхознадзора по КОМИ, сотрудников МВД и местной администрации. Важно, что за понесенный урон фермеры смогут получить денежную компенсацию по рыночным ценам. Субтитры создавал DimaTorzok